И как может повлиять столкновение Соединенных Штатов, столкновение имеется в виду экономическая война, Соединенных Штатов с Китаем, если оно продолжится, это как-то отразится на банковской сфере или нет? Будет отражаться на глобальном банкинге. Вот вы правильно очень задали вопрос. У нас уже речь идет о финансовой войне между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Эта ситуация такая, что будут усиляться китайские банки. Они будут более активно кредитовать проекты инфраструктурные, в том числе инициативы, но в рамках инициативы «Новый шелковый путь». Миллиардный рост китайских кредитов по всему миру, чтобы обеспечить вот этот вот трафик китайских товаров в Европу. И это поддерживается кредитными ресурсами. Надо сказать, что все-таки кредитная независимость Китая, она тоже самый Пакистан побудила вернуться к МВФ. Это не здорово, обратиться за помощью. Это не здорово, когда идут не инвестиции, а идет именно кредитная зависимость. Но объективно есть причины, какие тренды, можем сказать. Американская администрация злоупотребляла своими возможностями использования санкций. Мы понимаем, что основной объем платежей мировых и глобальной торговли идет в долларах. И американская банковская система, благодаря такому существованию как организации, как SWIFT, которая хоть базируется и в Евросоюзе, в Бельгии, штаб-квартира находится, но процессинг и основные все операции идут через компьютерные системы в Нью-Йорке, Федерального резервного банка Нью-Йорка. Она имеет возможность блокировать. И вот вы помните, Россия напала на Крым. Мы отключим их от SWIFT. Это очень мощная дубина, и там в разы колоссальное использование вот этих вот санкций и запрет просто отдельным группам лиц использоваться, интегрироваться в эти глобальные финансовые системы, запрет проводить их операции привел к тому, что просто многие люди, многие бизнеса во всем мире поняли, что им не надо зависеть так очень сильно от Америки. И кто, Россия проводит активно политику дедоларизации, Китай может предлагать свои криптоактивы Центрального банка, аналоги SWIFT и прочее, прочее. Это будет реальность новая. Будут новые трафики, может больше трафики движений банковских операций по новым маршрутам будут проходить. Больше будет в юанях проходить обслуживание. Это тоже может быть, это тоже реальность будущего дня. Золотовалютные резервы будете размещать в китайский Госдог, например, наш Национальный банк Украины. Вот это вот вызовы завтрашнего дня. Опять же, технологические решения, система мобильных платежей, платежей со смартфонов, китайские корпорации, они сейчас очень и очень выходят на мировой уровень, когда можно просто, представив смартфон, делать эти платежи. Технологический суверенитет обеспеченный. Технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта. Что такое искусственный интеллект? Позволяет, например, в той же самой сфере, например, банковского надзора, как мы могли бы проследить, как выводятся деньги из украинских банков. Компьютерная система проводит объем подозрительных оборотов по определенным счетам. И вырисовывается тренд. На основе этого тренда компетентный сотрудник получает информацию. Вы понимаете, какой большой объем раздробленных операций, какая большой объем просто неупорядоченных, неструктурированных данных проходит через банковский надзор. Так можно, например, с методами искусственного интеллекта как-то структуризировать все это. Не надо делать из него фетиш и священную корову. Но то, что технологические решения могут существенно облегчить работу человека, компетентного и морально чистого сотрудника банковского надзора, это однозначно, это тоже тренд будущего. Использование искусственного интеллекта для тех же самых обработок, в хомических целях это обработка баз данных, понятие, каким группам клиентов, какие услуги банковские, страховки нужны будут, кредиты. В какой-то мере это банки используют, но это тренд будущего. И нам наша задача обеспечить этот суверенитет, чтобы объекты нашей, хранилища баз данных, которые у Госбанка, в том же Приватбанка находятся, получатели субсидий и все прочее. Если, ну вы помните ситуацию с вирусом, с Петия А в 2017 году, когда просто нажатием клавиши наша легла банковская система. Мы не защищены от этих рисков, надо прекрасно понимать. Но возвращаясь к теме глобального противостояния между Китаем и Соединенными Штатами, надо понимать, что если Китай разработает, Китай успешно преодолел последствия COVID, первая страна. Если он разработает эту вакцину, если Китай будет более лоялен в условиях реструктуризации выданных уже ранее кредитов и предоставлений. У МВФ просто, я вам описывал той ситуации, не хватит денег всем выдать, а Китай с относительно дорогими ресурсами, но он придет на помощь. Понимаете, тут уже вопрос не экономики, а геополитики. И Восточный дракон, возможно, в будущем будет достойным конкурентом Вашингтонскому обкуму.